Сегодня католики отмечают рождественский сочельник. По традиции в этот день принято наряжать елку. Кстати, обычай этот появился в 17 веке в Европе. В России новогоднюю традицию привез Петр I. В царское время елочные украшения покупались за границей. А когда в нашей стране появились фабрики, на них начали изготавливать стеклянные шары, фигурки, мишуру и гирлянды. С тех пор мода на елочные игрушки менялась из года в год. Анна Мамаева расскажет, чем следует украшать новогоднюю елку в этом году. Колокольчики, фонарики, животные. Всем этим игрушкам уже далеко за 50. Елизавета Малышева собирала их всю жизнь и до сих пор не признает, когда на елке висят одинаковые шарики. Любит, чтобы каждая игрушка выделялась. Так было в ее детстве. Особенно нравится Елизавете Александровне украшения по мотивам сказок. Допустим, сказка о золотом петушке. Думают, что это сам царь, но это вот волшебник, старый друг его скопец, и здорово, царь-отец. Советские игрушки, кстати, пережили свое второе рождение, и их снова можно найти на прилавках магазинов. По старым эскизам на одной из российских фабрик делают стеклянные шары, паровозики и початки кукурузы. Такие украшения практически полностью делают вручную. Я беру и мотаю. Своими руками, но уже не в промышленных масштабах, создает новогодние украшения и мастерица Юлия Петруха. И учит этому других. Там вот бумажечки зелененькие, эти семочки отрезут, три штучки. Смастерить елочную игрушку совсем несложно, уверяет Юлия. В магазинах рукоделия продаются пластмассовые заготовки. Шарики, звездочки, сердечки. Их можно раскрасить и поместить внутрь какую-нибудь композицию. Самое главное, говорит мастерица, подключить фантазию. Можно и сухоцветы использовать. Сейчас очень модно, кстати, идет различные листья. Можно измельчить и обсыпать немножко. То есть такая посыпочка будет, как мох такой. Можно цветы разместить внутрь искусственные. Это же в огромном ассортименте такие продаются. Можно самим сделать цветы, если очень хочется ручной работы. Если нет времени и желания делать своими руками игрушки, можно их купить. В этом году в тренде синие и зеленые украшения. В форме овцы или козы – это символы грядущего года. И поэтому этот символ, конечно, в этом году мы очень мало видим. Вот таких игрушек в другие годы. А в этом году это обязательно символ овечки повесить на свою елку. Всегда мода – это мода, а стиль остается стилем. И то, что нравится вашему сердцу, это гораздо важнее, чем то, что прописывают глянцевые журналы. Самый простой способ нарядить новогоднюю елку – повесить на нее разноцветные конфеты. Такие украшения одновременно и яркие, и сладкие. Анна Мамаева, Николай Шхарбеев, Бюро новостей, Давича. Анна Мамаева, Николай Шхарбеев, Бюро новостей, Давича.